МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Дарья Козина. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Подготовка к сезону в Ледовом дворце проходит косметический ремонт. Стало известно, что войдет в состав новых нацпроектов «Семья и молодежь и дети». На стадионе ИКАР прошли городские соревнования по летнему пятиборью палеотлона. Далее расскажем обо всем подробно. В Ледовом дворце проходит косметический ремонт по поручению главы города Алексея Сафонова. В учреждении обновляют краску, ремонтируют раздевалки и санузлы, а также делают стену для музея хоккея. Подробности далее. Пока дети отдыхают, а тренеры в отпуске, в Ледовом дворце проходит косметический ремонт. Там обновляют площадки ледовой арены, красят бетонную плиту для заливки льда и стены. Краску обновляют на первом и втором этаже здания. А для болельщиков фойе готовят настоящий подарок – стену для музея хоккея. Она будет служить и фотозоной. Там будут прожектора висеть, такие декоративные, шесть штук. И будет оформлено по-дизайнерски, там с хоккеистом, со всеми вот этими покрасочными работами, чтобы было красиво, чтобы можно было там сделать из этой стены музей хоккея. Какие-то раритетные вещи из советского хоккея взять, принадлежавшие там истории саровского хоккея. Ремонт коснется раздевалок и санузлов. В раздевалках перекрасят стены, потолки, заменят лавочки и вешалки. В душевых кабинах уберут подоны и сделают плиточный пол, заменят сантехнику. Половину ледовой арены уже покрасили, привели в порядок. Осталось только за скамейкой запасных покрасить стены. Их уже прошпатлевали там. И вот осталась только покраска. Первый этаж 2-3 дня, и он уже будет готов полностью. И второй этаж тоже 2-3 дня. Стена в фойе для музея, она будет готова на этой неделе, потому что завтра придет художник, будем решать то, что или надо будет еще накладывать краску на эту стену, или все-таки мы уже начнем делать эскиз, макет на стене, то, что мы хотим там увидеть. Также в Ледовом дворце планируется капитальный ремонт холодоснабжения. Сроки ремонта до 1 сентября 2025 года. У нас планируется замена вентиляции и кондиционирования системы и автоматизация, диспетчеризация всех этих элементов. Сейчас проводятся, на данный момент собираются заявки на конкурс. Конкурс состоится 26 июля. И 30 июля мы будем знать того человека, или ту организацию, кто нам будет производить этот капитальный ремонт. В этом году по поручению главы города Алексея Сафонова отремонтируют 6 учреждений спорта и молодежной политики. Кроме Ледового дворца в список вошли молодежный центр, центр внешкольной работы, лыжная база, лагерь «Березка» и стадион «Икар». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Впервые за 40 лет Олимпийские игры не покажут по телевизору. Несколько российских спортсменов, которые все же примут участие в соревнованиях, будут выступать без флага и гимна. На фоне этого отечественные телекомпании не стали покупать права на трансляцию Олимпиады. Как к такому относятся саровчане, выяснила наша съемочная группа. Как ожидалось, россиян не пустили на Олимпийские игры в Париже. Во Францию отправится всего 15 спортсменов в нейтральном статусе. От показа Олимпиады отказался Первый канал, Россия-1 и Матч-ТВ. Трансляции с участием 15 человек посчитали нецелесообразным. Впервые за 40 лет Олимпиада не будет показана на ТВ. Тогда СССР и страны Варшавского договора бойкотировали Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в ответ на бойкот американцами летних Олимпийских игр в Москве. Пойдемте узнаем, что думают о этом саровчане и будут ли они смотреть Олимпийские игры. Не знаю, как получится. А что в целом думаете о запрете выступать россиянам в нейтральном флаге? Ну, ничего хорошего в этом, конечно, нет. Жалко. Ну, за своих всегда придется посмотреть. Буду переживать в целом за нашу команду. Персонально нет. Будете смотреть? Буду. Знаете, нет. Не буду. Из-за того, что нет политики? Да. Считаю, что это неправильно. Значит, будем смотреть, если наши будут. А на ТВ не покажут? Только в интернете. Будете в интернете? Ну, и в интернете посмотрим. А за кого-то, может, персонально переживаете? Нет, пока никого не знаю там. Кто там будет, не знаю. Нет, без России неинтересно. Спортсмены в нейтральном статусе будут 15 человек. Ну, они же не будут защищать нашу честь. Ну, может быть, конечно, посмотрим. Зависит от того, как они будут там выступать и показывать свои результаты. Но голосовать, скажем так, будет не за кого. Это печально. Не смотрю. Я работаю далеко на севере. Ой, нет. Честно, не буду. По телевизору? А по телевизору не покажут. Ну, а куда я пойду? Больше негде мне. То есть не будете смотреть? И по телефону не покажут, да? А в интернете нужно искать? Ну, если найду, буду смотреть. Нет, не буду смотреть. А раньше смотрели олимпийские игры? Нет. Конечно. Интерес к олимпиаде не зависит от каких-то ограничений санкционного характера. Просто само по себе событие, оно, конечно, не может нас обойти стороной. Поэтому вся эта внешнеполитическая повестка, она как бы не сильно касается. Интерес к спорту, он не имеет каких-то политических особенностей. Нижегородский Минпром объявил о старте набора в школу медиа-волонтеров. Молодые люди от 14 до 25 лет по результатам конкурсного отбора пройдут бесплатное обучение по созданию качественного фото- и видеоконтента. Проект продлится три месяца. Все прошедшие обучения получат диплом участника. А лучшие станут членами клуба медиа-волонтеров при Нижегородском Минпроме. Заявки принимаются до 1 августа. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С нового учебного года школьников ждет ряд изменений. Например, будет запрещено пользоваться смартфонами и гаджетами на уроках. Приносить их в школу и использовать разрешено на переменах и в экстренных случаях. В учебной программе появится новый предмет – семьеведение. Для старшеклассников и студентов среднего профессионального образования. Предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности» переименуют в «Основы безопасности и защиты Родины». На уроках физкультуры появятся новые виды спорта, включая бокс, черлидинг и биатлон, в зависимости от возможностей школ. В закон о образовании также добавили пункт о защите чести и достоинства учителей, предоставляя возможность наказывать нарушителей за дерзость и нападки на педагогов. После нескольких недель сильнейшей жары в регион пришла приятная прохлада. Столбики термометров опустились до плюс 23 градусов. По холоданию будут сопутствовать дожди, которые вернутся в область уже в среду, 24 июля. К ним могут добавиться еще и грозы. Ночью будет не теплее – плюс 16, плюс 17 градусов. Сухая солнечная погода вернется к выходным. И в субботу, и в воскресенье в регионе станет заметно теплее. Воздух прогреется до плюс 25, плюс 27 градусов. Однако сильной жары в эти дни синоптики не обещают. О составе новых нацпроектов «Семья и молодежь и дети» рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. В нацпроект «Семья» войдет пять федеральных проектов, которые усилят помощь родителям при рождении ребенка. Особое внимание уделят многодетным. Сохранятся маткапиталы и другие меры поддержки. А в 2026 году появится ежегодная налоговая выплата работающим родителям с двумя и более детьми. В вузах откроются комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания дошколят. За шесть лет построят около ста детсадов. Еще порядка двух с половиной тысяч отремонтируют. Расширится сеть женских консультаций. А для женщин, которые только что стали мамами, организуют патронаж на дому. В состав нацпроекта «Молодежь и дети» войдет девять федеральных проектов. Планируется продолжить строительство школы, обновить материально-техническую базу педагогических вузов. Создать во всех федеральных округах сеть из 12 передовых школ, в которых будут применять современные практики обучения. Расширить программу профориентации. К 2030 году она охватит всех обучающихся. Построить сеть университетских кампусов мирового уровня, оснащенных всем необходимым, в том числе для проведения исследований. Открывать передовые инженерные школы в ведущих вузах страны, чтобы усилить подготовку высококвалифицированных кадров. На стадионе ИКАР прошли городские соревнования по летнему пятиборью палеотлона. На центральном поле стадиона собрались спортсмены девяти возрастных групп. Возраст участников самый разный – от детей до пенсионеров. Подробности далее. Бег на длинные и короткие дистанции, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты и плавание. Все эти дисциплины входят в летнее пятиборье палеотлона. На стадионе ИКАР прошли городские соревнования по этому виду спорта. Палеотлон – это комплексные спортивные многоборья, целью которых является развитие основных физических качеств, силы и выносливости, а также прикладных двигательных навыков. Мы сегодня металли, мячи, взрослые гранаты металли, бегали длинные и короткие дистанции. И еще будем плавать в бассейне «Любин». Мне очень все понравилось. Все участники были разделены на девять возрастных групп, начиная с восьми лет и заканчивая пенсионерами. Глобальная цель состязаний – не только выявить сильнейших в каждой возрастной группе, но и в целом популяризировать палеотлон в городе. Мы давали объявления в средствах массовой информации. Помимо участников, которые традиционно у нас принимают участие, пришли новые участники – и дети, и взрослые. И даже сегодня на стадионе люди увидели, заинтересовались этими соревнованиями и захотели принять участие. И мы их ждем на следующих соревнованиях. На центральном поле стадиона участники состязались в беге на 100 метров. Спортивный азарт и желание победить – вот главные мотиваторы. Позже мужчины вышли на дистанцию 2 километра, а женщины – 1 километр. Для детей и пожилых участников дистанция была сокращена. После забегов участники переместились в бассейн «Дельфин», где состязались в заплывах на 100 метров. Дети и спортсмены старше 40 лет преодолели 25 и 50 метров соответственно. Разрешалось плыть любым стилем, но самый быстрый – кроль. По каждому виду записываются результаты. Насчитываются очки по таблице результатов, суммируются. У возрастных групп еще присутствует возрастной коэффициент. Результат умножается на коэффициент. И итоговые результаты подсчитываются, выделяются первое, второе, третье место. По окончании соревнований победители получили призы и дипломы. Результаты будут опубликованы в группе ВКонтакте «Молодежь. Спорт. Саров». А в сентябре, согласно календарному плану, в городе пройдет четырехборье летнего палеотлона. В Сарове впервые прошли соревнования по фиджитал-баскетболу. Состязания состояли из двух этапов. Игроки должны были сыграть на паркете и на приставке. За лидерство боролись четыре команды. Подробности в следующем репортаже. Фиджитал-спорт набирает обороты. И саровские спортсмены тоже решили идти в ногу со временем. Впервые в городе прошли соревнования в новом формате – баскетбольное двоеборье или фиджитал-баскетбол. В зале спорткомплекса «Юниор» ребята возрастной категории 15-17 лет соревновались не только на паркете, но и на игровой приставке. Здесь ребята у нас садятся за бокс, играются два на два. Телевизор разделяется на два экрана при выборе персонажей. И они выбирают из звездных игроков у нас баскетбола. Далее они их пикают и ждут, когда команда будет готова. Как только команда у нас готова, объявляется старт. И команда играет до 11 очков. Дальше у нас происходит борьба, где команды либо заканчиваются тайминг, либо, как я ранее говорил, 10 очков. На следующем этапе команды соревновались на паркете в реальной игре. В состав каждой команды входили два игрока и один запасной. Игра шла по правилам баскетбола 3 на 3 на одно кольцо. Такой современный формат соревнований приятно удивил юных спортсменов. Всего в турнире участвовали четыре команды. Игры прошли с переменным успехом. Вышли в финал. Проиграли сейчас игровую часть на приставке, но будем бороться и, надеюсь, победим. Формат очень необычный. Интересно сначала переговорить в приставку, а потом переместиться на обычное поле. И там можно попробовать свои силы. По итогу двух этапов – диджитал и физикал – очки суммировались. Турнир по фиджитал-баскетболу провели в тестовом режиме. Организаторы проанализируют недочеты и слабые места, чтобы в дальнейшем делать такие соревнования более массовыми и на регулярной основе. Сегодня было несколько игр, когда команда побеждала, скажем так, в реальности, после чего терпела поражение с большим счетом в интерактиве и в итоге по разнице проигрывала. И наоборот, команда побеждала на приставке, проигрывала на площадке и по разнице забитых пропущенных проигрывала встречи. Тут важно не только обладать навыками игры в приставку, но и навыками игры в баскетбол. И наоборот. Следующий фиджитал-турнир по баскетболу планируют провести на День физкультурника 10 августа. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Дарья Козина. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!